нормально да всем категорически привет друзья товарищи после долгого перерыва снимаем ролики не снимался наверно уже полтора месяца отвык забыл как это делается будем вспоминать находимся мы сейчас с вами на кузбассе кемеровская область город кемерово температурный режим как мы с туман то есть будет холодно сегодня суть ролика в чем перегоняем автобусы из таможни крайняя лютая нехватка водителей категории d во всем мире во всей стране наверное в каждом городе людей не найти поэтому я решил самостоятельно машины перегнать ну так получилось честно говоря потому что надо было срочно автобусы выгонять из растаможки мы сейчас поставили вот на такой временный склад находимся повторю мы с вами в кемерово автобусы у нас пришли большая партия около 40 единиц автобусы городского класса жонтонги старого типа задымилась вот она дымится вебаста работает то есть автобусы старого типа но с коробкой fast на прошлой неделе я пригонял примерно тоже в одного по моему там 7 или 8 единиц за ночь перегнал было крайне интересно такой экспириенс пройти вот но я его прошел и хочу сказать что fast не фатально на букву ф да но все-таки как бы если нарекания поэтому сегодня осталась очередная партия одно очень очень отогнал днем потому что там были у нас сложности не запускалась не запускала вебаста сели аккумуляторы потому и даже на таможене не глушили дабы можно было завести поэтому днем еще его пока было тепло отогнал сейчас это у нас ночь практически уже сколько там времени не полночь ну уже как бы ночное время вот поэтому сейчас будем играть три машины коробки у себя по-разному когда мы ехали на таможню по моему ехал я ехал они тут как раз уехал на той машине где fast не толкался то есть вел себя просто таки идеально сейчас мы потестим с вами три машины и как они себя ведут при переключении передач поэтому fast в наше нелегкое с вами время будет единственной коробкой автоматической передач потому что не эллисона не zf не войс ничего у нас не будет ближайшее время вот поэтому будем работать с fast а fast у нас устанавливаться на мазах на лязах на пазах на всей русской техники поэтому деваться вам друзья мои от него никуда от fast не убежишь поэтому давайте прокатимся посмотрим как они ведут себя в дороге гол так тут запустилась да вот здесь работает норм тут нифига блин ничего не сделать будем запускаться на холодную нехорошо это давно вышел ролик как нам казахская компания разбежала автобусы а иди сюда что там снимаешь без меня я сегодня звезда что там снимаешь вот так поэтому касаемо перегона могу сказать следующее что перегон крайне крайне очень опечалил меня и вот опять же мы получили автобусы да то есть вебаста в этих машинах она у нас не метановая напомню что автобусы работают на метане и еще раз проведу ликбез что такое метан метан это природный газ не будете господа его с пропарным бутаном это переработка нефти метан это природный газ который по трубе который идет в европу куда лет в китай да и на этом на этом газе работают собственно говоря автобусы вот а вебаста может быть двух типов может быть дизельная работать на дизеле либо на метане на метане какие минусы дороже само по себе обслуживание самого вебаста ну так практика так переводчики говорят да плюс сам по себе дороже плюсы дизеля то что он дешевле но минусы 10 то что могут сливать да вот сейчас я был бы например бы газовая у нас в вебаста все было вообще бы чики-пики было бы зашибись а также получилось мы получили автобусы дизеля 0 капец их не провести не завести а даже на какой-то машине был дизель но жеваный крот а он оказался ну какой-то летний осенний летний зимний лет не короче но схватывает крайне плохо ну в общем беда бедой то есть нам перевозчики тупо не залили в автобусы при условии что идут по ну и по-крайнему севера где они идут у нас по полосу умеренная умеренная до умеренная полоса умеренная вот здесь я скажу что груду зуб на зуб не выпадает так уже давайте будем заводить пробовать то есть так у нас сейчас так блок включения вебаста находится вот здесь то есть смотрите чем прикол да то что у нас жемторг сделать этой кнопкой мы запускаем вебаста и она автоматом включает сам подогрев и печки да то что в принципе как бы очень хорошо нужно поставить их отдельно чтобы была отдельная клавиша на включение вебаста и вообще желательно сделать там два-три контура наверно отопление салона но в данном случае как бы китайские инженеры и пошли именно по такому пути и вот корящий такой вот блок который включает и вебаста и насосы и система отопления салона с богом опа них не хорошо не к добру на самом деле спасибо идем дальше идем следующий дом ну тут у нас видите печки гоняются вебаста не работает топливо на нуле пробуем вторую машину газа процентов 20 вуаля двигатель вича и самый лучший двигатель в мире ура так и автобус у нас да вот горящий сейчас мы сразу думаю на нем уже наверно будем ехать учитывая что вебаста уже само собой двигатель потраивает то есть обороты держит пока нестабильно ну и собственно говоря ждем пока они все прогреваются ну как все прогреваются то есть мы машину закроем они будут ставить тараксить одну мы отгоним кольцо примерно занимает наверно 20 туда пока там поставили обратно доехали ну примерно час да вот поэтому за три часа мы прокатимся на трех машинах и потестим наши коробки fast вот кстати вот коробка fast вот новый блок да то есть принципе он ничем не отличается от своих американских немецких там других собратьев то есть клавиши вперед-назад заход в мозги программирование переключения передач вот у нас написано fast gear вот значит вот как бы ничего но в этом плане нет единственное как бы наверное бы я бы когда ты начинаешь руливать на автобусе назад вперед да мне по крайней мере не комфортно я бы наверно поставил его блок переключения вы сюда так теплым подуло уже йо-хоу теплым подуло многие спрашивают тепло ли тебе девица тепло ли тебе синее в автобусах жонтонок отвечаем тепло реально тепло да ты что старый а че умел что ли скоро автобусы выйдут на линию мы тоже про то снимем отдельный видеоролик и покажем что в автобусах реально будет ташкент в сравнении с другими машинами не будем назвать название будет здесь будет идеально жарко можно выращивать цветы тропические бабочки выглядеть зимой и прочее что хотел сказать ты забыл хотел сказать на свет закрываем обезвлужена обезврежена ищи в карман осторожно двери закрываются так перчатки снимать не буду потому что еще пока не очень комфортно так ну что снимаем с ручника нажимаем на кнопку d чик подключение произошло включаем обогрев зеркал заднего вида включаем освещение и потихонечку потихонечку за проезд передаем так был толчок был толчок да ладно пока все холодное потому что в комментариях написали что до коробка не разогрета до масло но я ездил на разогретых машинах в принципе было тоже самое то есть были те самые толчки и прочее пути да сейчас мы с вами выйдем на прямую трассу мужская где мы уже можем разогнаться до километров так скажем 70 и покажем как живет себя фазда здесь очень такой интересный момент что когда я начинаю добить на педаль газа вроде вот делаю это реально нежно смотрите момент такой она дернулась идет еще переключение еще и третья передача проходит наверное секунда да и она переключается на четвертую переключение между 4 и 5 произошло 6 вообще без либо видимых рывков и напомню это что на прогретая машина не было что она на холодный конечно будем списывать на холод на собачий холод значит что с этим придется делать с этим придется делать следующее недостаточное количество масла коробки масло есть второе мы говорю что на этой машине мы не проверяли уровень но те машины которые проходили с маслом все было окей второе именно программное обеспечение и скорее всего проблема будет в нем к нам через пару недель должен приехать специалист из завода напомню что мы работаем в Жонтон 2004 год так дайте обдук-то ловка включу что не позаботился я об этом температура уже мотора 60 градусов у нас с вами значит и к нам приедут для специалисты для того чтобы они нам могли помочь в решении этого вопроса первое специалисты нужно обучать привезет нам диагностику оборудование программы ну и собственно говоря наши специалисты уже наши компании уже будут непосредственно решать вопросы с коробкой так на понижение между 6 и 5 кстати обращайте внимание могу пропускать да тоже был небольшой такой рывок следующим моментом интересно у нас будет подъем в горку это буквально где-то через минут наверное 5 это горка такая несущественная а на проспект шахтеров потеплее и теплее становится так давайте здесь идем налево аккуратненько проезжаем господи на красный цвет двоечный пожалуйста я не хотел так что для переезд кстати пока очень утром автобуса не заводился у нас спасибо нашей дружной команде денис максим низкий вам поклон мы совместными усилиями я конечно сидел больше за рулем завели автобус у меня показал заводил все машинки отморозил для правую руку и отморозил а я потерял перчатку и пока привинулся 30 градусов я бегал там вещами там все дело открывал закрывал легкое обморожение меня такого в жизни никогда не было сейчас ощущение как будто ожог педипалец они такие красненькие самое главное мне скорее чтобы они не почернели пока не почернели значит мы с вами живем еще смогу автобусы продавать дороге конечно жеванных рот напомню лед очистка такая по себе Ой-ой-ой-ой-ой. Что, блядь, никого здесь не качнуло с вами. Ой! Мулиметры. Так. Уступить трамваю. Траваев нет. Уступить всем. Трамвайные пути прошло мягко. Так, у нас сейчас... Опа! Так, это было переключение с первой на вторую. Со второй на третью в данном случае произошло нормально все. Так, опять задумалась при переключении с третьей на четвертую. Четвертая, пятая нормально. Почему-то такой толчок дает автобус, когда отпускаешь педаль газа. Хотя я жму на нее буквально крайне, так скажем, очень нежно. Вот. Уходим мы здесь с вами налево. О, отлично. Это какая улица, напомни? Это у... Блядь. Мне показалось ноль. Какая улица? Какая? Че? Не помнишь? Ну, слушайте, автобусы сочетают Ашкент. Она будет, видишь, уже... Оператор снимает перчатки, шарка сдала. Как правильно говорить? В Кемерово или в Кемерове? Очень есть вопрос. Мало кто знает. Так, помчали. Температура в салоне, я сейчас показываю. Смотрите, то есть... Ну, это правило в языке. То есть, минус один. Температура в салоне 32. Это мы пытаемся, делаем, согласно шведским... Гостам 22, по-моему, да? Или 23 градуса должно быть. Так, сейчас, смотрите, момент истины, да? Мы поперли в гору. Сейчас мы перейдем в мост и дальше поведем в гору. С пятой на четвертый был колчок. Самый интересный момент, да? То, что при... Ну, еще раз повторюсь, да? То, что каждая коробка ведет себя крайне индивидуально. Есть, вообще проблем нету, да? Есть, с проблемами. Третий парк в Санкт-Петербург. Большая крупная компания. На черной речке находится. У них... Я могу сейчас не ошибаться. Мазы, по-моему, были с большим количеством... Да, мазы с фастами. И там был ремонт пружинок. Замена, точнее говоря. Как бы проблема уходила, но не до конца. Так, давайте-ка мы на полевой ряд перестроимся. Блин, седушку мне настроил. Сидеть неудобно. Так, поперли в гору. Так. Четвертая. Спаса. На этих горках в Кемерове стоит камера. Вот они слева. Такого вот еще старенького. Типа, не помню, как они называются. Так, третья. Вторая. И вот здесь вот начинается самый трешак. Когда машина начинает дергаться. А что из крыс? Глаз летят. Так, опять третья, четвертая. Третья, четвертая. Начинает думать. Она начинает метаться. Куда же деваться? Опять. Начинается легкая неуверенность. Хуже передачи. Вот мысли четвертая, третья. Третья, четвертая. Так, третья. Хотя я жму на педаль с одинаковым усилием. Но коробка ведет себя прямо таки, скажем, не очень адекватно. Так, опять третья. Толчок, четвертая. Обтормаживаемся. Ну, теперь тоже тепло, да? Так, господа, мы едем на втором автобусе. Все прогретое. Вот так вот всегда. Так. Маршрут тот же самый, ничем не смещается. Включим обогрев зеркал. Температура 70. Кайф. Автобус едет в парк. Остановок больше нет. Ну, смотри, да, вот уже масло уже прогретое. Вот они, толчки все равно, они как были, так и есть. Что на этой машине, что на той машине. То же самое поведение, один в один, да? Ну, вот четвертая. Надеюсь, видно, да? Опять же, опять же, на пятую, вот тут даже дернулось. Скорость 70. Шестая передача включилась крайне незаметно. Не эллисон, не эллисон, господа. Можно было бы автобуса перегнать бы, конечно, и днем, но... Ага, тут такие пробки. Кемерово все перекопано. Опять на красный. Эх, ебарнотеатр. Дежавю. 27, да, уже? Ого. Ну да, туманище прям такой лютый. А у нас на автобусе мигалки нету, вот так вот. А на машине есть. Сними меня прямо сейчас. И вышли в телеграм. Очень надо. Ну что, дамы и господа. Попытка номер три. Как я люблю, когда кружь подходит в замок. Да, получилось. Так приятно. Автобус есть тепло. не очень и тепло потому что дизельного топлива нет но выяснили с вами друзья товарищи что в процессе тест-драйва двух автобусов что на второй машине даже переключение 4 на 5 это подвергается дерганью сейчас мы с вами проверим на третьей машинке говорю то что все машины разные помеха справа ой помеха слева даже свобода коллин я так надеялась и так надеялся блин сейчас не толкнется нифига не фортанула на эллисоне когда ехал то 80 до уже было полторы тысячи оборотов здесь же поменьше на перегоне будет намного веселее ехать вот это радует конечно самое главное на автомате не перегреть коробку выдают большой оборот это можно ухан доктор что потом будет очень материально больно все автобусы домой сыпать балда иванова я думаю что будет выделенный поезд либо скорот ну стой паровоз не сучите а свет гаси туманище колея жеванок рот и снова идем в гору 5 толчок такое ощущение как это сзади пинается прямо пошли на понижайку 4 толчок ну это прямо слушай машина даже похуже чем та будет в плане пинания да 4 и 5 тоже еще вот поляха муха ладно в общем ждем наших китайских специалистов для решения этой проблемы здесь четвертую на пятую нормально переключается поиск себя у коробки ну-ка покажем класс как Джон Тонг бородит просторы обгоняя американские автомобили и ехал как стоячего на третий здесь толчки мягкие согласились да толкаются меньше ну товарищ с работы давай 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 ну налево нам направо сейчас будем искать место куда встать так ага ну места дофига давайте так а 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 так ну что дамы и господа вот у нас прошел честный частный тест-драйв соответственно мы с вами проездили да немного перегоромки но практика показывает что за все они разные все они индивидуальные требуют оттого подхода отношения любилов я уверен что по от вас всех очень жестко да да конечно при расскажем возможности уроки эллисон все-таки будет чашу на весах то есть эллисон нам что дает реальное качество да уверенность но отсутствие этих частей да даже если бы можно было поставить если очень захотеть вот а по фасту по сути деваться не какой-то фаста у всех одинаковые проблемы то есть вы не останетесь одни единственные на этой лодке да но в плане говорю что вот этих толчков да там ну конечно не очень такая приятная штука вот ну а если бы ставить эллисон эзеф да ну они по сути как бы не требуют глобального так сказать ухода да только лишь нормальное масло нормальный мечтан мешает межсервисный пробег и проводить прочие работы поэтому роман вдруг в том контент россия с вами без лайки отписки и пишите комментарии все пока что что Субтитры создавал DimaTorzok